МАКС ВЕБЕР Такие выдающиеся социологи, как Макс Вебер и Эрнест Трёльч, определяли термины «культ» и «секта» в очень нейтральном смысле. Это просто люди, которые не были рождены в религиозных группах, а были в них обращены. Макс Вебер считал, что типичным примером культа или секты является Иисус Христос и Его апостолы. Почему? Ни один из апостолов не был рожден христианином. Они родились евреями. Они все были обращенными первого поколения. Согласно Максу Веберу, после нескольких поколений культы и секты становятся церковью, так как большинство их приверженцев теперь находятся в группе с момента рождения. В случае группы Иисуса Христа понятие «секта» было доно с очень нейтральным значением, никоим образом не агрессивным, уничижительным или негативным. Социологи столкнулись с двусмысленностью самого понятия «секта», потому что если они скажут, согласно Максу Веберу, что Иисус и Его апостолы были культом или сектантами, то люди подумают, что они были преступниками. По причине популярности криминалистического и негативного оттенка, созданного в средствах массовой информации. Безусловно, у криминалистов есть своя терминология, но они в определенный момент начали использовать слова «секта» и «культ». Поэтому социологи стали настороженно относиться к этим понятиям. После того, как средства массовой информации сформировали негативное значение, нужно было создать нейтральный термин. Эйлин Баркер предложила понятие «новые религиозные движения», которое было принято и стало неотъемлемой частью социологии религии. Сегодня «секта» — это искусственный некий термин, который искусственно демонизирован. И, как правило, используется для того, чтобы порождать определенную хоррор-атмосферу в обществе. В особенности неологизм, внутри неологизма, понятие «тоталитарная секта», веденное уважаемым Александром Леонидовичем Дворкиным. Причем у него есть только «тоталитарная секта», обычных сект у него нет. Что касается «тоталитарных» и «деструктивных» сект, это просто, ну, во-первых, это уже совершенно, мне кажется, не имеет какого-то научного смысла, потому что в прессе, когда это употребляется, само слово «секта» — это уже что-то такое дурное. А тут еще добавляется лишняя такая характеристика, «деструктивная», «деструктивная», «тоталитарная». Прежде чем сказать, что такое деструктивная секта или же деструктивный культ, вы знаете, с точки зрения культуры и академической традиции, это новояз, это, как можно было бы сказать, некультурное, неграмотное использование или сочетание неравноценных, неравнозначных понятий по отношению к какому-то явлению. Сказать о том, что существуют деструктивные секты, я не могу. Нет деструктивных сект. Сами по себе понятия «секты», «культа», вот в том смысле, в каком их используют сектоведы, в науке не используются, по сути дела. Они уже давно себя зарекомендовали с самой негативной стороны, как слова буквально ругательные, и поэтому исследователи, которыми, собственно, занимаются изучением религии, они действительно предпочитают от этих слов воздерживаться, потому что совершенно понятно, что аудитория не будет их воспринимать нейтрально. А научные термины должны быть нейтральными, конечно. Субтитры создавал DimaTorzok